Мы все были свидетелями, как два самозваных министра в Киеве организовали погром нашего посольства. По сути дела, организован нападение на территорию Российской Федерации. Этот беспардонный акт так и не получил должного осуждения в Совете Безопасности. Мы все видели, как Яценюк срывал переговоры по газу. Несмотря на то, что наша страна навстречу шла по всем и очень многим их требованиям, тем не менее, им этот договор не нужен. Потому что Яценюком руководят американские специалисты, которые любой ценой пытаются унизить в данном случае Российскую Федерацию и обеспечить прорыв своего сланцев газа на европейские рынки. День назад состоял Совет Безопасности, где Порошенко заявил о том, что он готов прекратить военные действия, но после того, как зачистит всю границу и прокопает ров длиной в 2000 километров. Это вековая мечта американских глобалистов, чтобы славянское братство разделить таким позорным рвом. Ни одно из этих действий не соответствует национально-государственным интересам России. Оно должно быть не только осуждено. На словах вроде мы последнее время осуждаем, но не принимаем реальных действий, которые бы урезонили нацистскую клику, пришедшую к власти в Киеве. Мы должны прекрасно понимать, что американским кугловодам и их нацистским представителям Киеве абсолютно не нужен мир ни на территории Юго-Востока Украины, ни нормального газового договора, не нужно им развития и производств, которые питают нашу экономику. Почти 300 предприятий на Юго-Востоке выполняют ныне российские заказы. Мы считаем, что надо немедленно собирать закрытые заседания Совета Безопасности с участием лидеров Думской фракции и обсудить реально сложившуюся обстановку. Сегодня у нас совершенно очевидно, что чем дальше мы будем пятиться назад, тем хуже будет обстановка и на Украине, и в России, и обязательно она обострится в перспективе и в Крыму. Я три года служил в группе советских войск Германии. Со мной, с сержантом Советской Армии, через дорогу здоровались немцы, хотя у нас в Гере на учете было почти тысячи эсэсовцев, но за три года не было ни одной провокации и ни одного эксцесса. Сейчас говорят многие о долге. Если бы тогда руководство страны думало о долге, а не бежало бы из Германии в Восточной Европе сломя голову, оно обязано было подписать с этими странами, которые мы освобождали от фашистского рейха, от фашистов в годы Великой Отечественной войны, оно обязано было подписать с этими странами соглашение, что они никогда не будут вступать в никакие военные блоки, урожающие нашей безопасности. Если бы руководство России думало о подденной безопасности, оно бы протянуло руку братской помощи Югославии, когда натовцы готовились ее бомбардировать. Если бы поставили хотя бы три десятка систем С-300, никакие быстревятники натовцев и американцев не летали безнаказанно, не расстреливали братскую страну, которая всегда была нашей союзницей и не поддалась дару Гитлеру. Сегодня, если мы и дальше будем пятиться, мы должны прекрасно понимать, что к осени и зиме ситуация только обострится. В Донецкой республике и Луганской проживает 7 миллионов человек, уже тысячи убитых и раненых, уже сотни тысяч беженцев. И этот поток неизбежно будет нарастать только потому, что промышленно-производственный потенциал этого огромного региона, где проживает, по сути дела, население целого государства, сейчас поставлен в самое критическое положение. Там не работают уже нормально кооперативные связи, финансовая система, там не работает система социального обеспечения и медицинского обслуживания, а это означает, что ситуация будет только обостряться. И дальнейшее продолжение бомбардировок этого региона ведет только к одной мысли и идее. Никто никогда с такой властью, которая отдает приказы расстреливать города, и целые населенные пункты бомбить из воздуха и обстреливать систему иммиград. Никто никогда с такой властью ни о чем не договориться. С такими мерзавцами договориться невозможно. Я недавно встречался с представителями Славянска, Донецка, вел переговоры с беженцами. И мне, глядя в глаза, люди сказали, куда же вы смотрите? Почему вы не реагируете на этот жуткий и страшный беспредел, когда в населенный пункт врываются наркализованные нацисты? Это бандеровская свора и сволочь, и стреляет все, что движется по поселку, не сообразуясь ни с чем. Мы, говорит, видели несчастья, которые были в годы войны, но и тогда эсэсовцы, и фашисты так не вели себя. И эта зачистка продолжается. Мы считаем, что Российская Федерация обязана прямо заявить, что сегодня те, кто взял оружие на Украине, ведут, по сути дела, войну против России. Те, кто сегодня руководствуется соображениями якобы безопасности, по сути дела подталкивают нацистов к карательным действиям. Причем они продолжают то бесчестное и мерзкое дело, которым занимались их отцы-бандеровцы и всякая сволочь, которую мы 70 лет назад выгнали и очистили на Украине. Мы должны прямо заявить, что те, кто защищает Донбасс и Луганск, Краматорск и Славянск, выполняют миссию по защите не только себя, но и Российской Федерации. В данном случае уже идет война нацистов под руководством натовских и американских офицеров против Российской Федерации. И любые военные действия требуют адекватного ответа. Мы должны были уже давно заявить о том, что мы признаем референдум, а референдум мы массовым и леитивным. Мы давно были должны помочь организовать им хозяйственно-культурную и медицинскую социальную жизнь. Для этого нужно при правительстве создавать специальный комитет, который занимался бы этим каждый день. У нас уже есть опыт по работе такой в Крыму, и этот опыт уникален сам по себе. И опыт нам подсказывает, что задача очень непростая и довольно сложная. Впереди неизбежна такая работа с Донецком, Луганском, а может быть и с другими территориями. И чем дольше мы будем тянуть, чем дальше будет наглеть эта свора, которая занимается карательными действиями. Мы считаем, что время, че давно наступило, надо принимать ответственные решения и не бояться этих решений. Я не призываю никаким военным действиям. Но мы должны понимать, эти военные действия против наших друзей, сограждан, родственников и товарищей, против славянского братства ведутся. Сегодня начался геноцид славянства. По сути дела, мы должны это понимать и сплотить свои усилия вместе с украинским, белорусскими и русскими народами. Уверен, что и многие представители всех национальных республик и европейцы нас поддерживают в этой справедливой и честной борьбе.